привет всем любителям мобильного интернета в данном видео мы поговорим о ну вернемся скажем так к истокам и поговорим о таких вот модемах роутеров типа 8372 и вот пришла ему на замену модель под названием mf 79 у вот но у меня долгое время валялся как-то не было ни желания ни времени там что-то с ним делать и тут у меня хороший заказчик заказал антенку вот такую вот x3 под подданный модемчик я и сделал ну соответственно завтра отправили и решил протестировать этот модемчик вот с такой антенкой вообще мы выпускали выпускаем вот такие вот небольшие планарные антенны x1 под 83 72 даже есть какие-то складские запасы но там такая странная штука по ним есть определенные как говорится процент возврата да то есть ну по всему остальному возврата практически нету а вот по таким антеннам возврат как бы есть и возвраты они ну заказчики говорят ну типа вот что с антенной что без антенны скорость примерно одинаково да да то есть не как бы не помогает антенна не помогает в принципе мы особо не разбираемся и у нас по условиям продажи возврат предусмотрен вот и сегодня сегодня я постараюсь объяснить и показать почему это происходит почему нету какого-то прироста скорости при использовании внешних внешних антенн вот с этими модемами роутерами но я их называю псевдороутеры да там конечно есть вай фай можно там да все как говорится пользоваться но есть много но и так значит что мы сейчас сделаем мы протестируем модем встроенный вай фай встроенный вай фай модема с антенной и без значит для того чтобы это сделать нам нужно к этому вай фай подключиться значит и так вот у нас есть этот вай фай где у нас он тут вот он за ты и мы в 79 ru подключаемся к нему и можем зайти в интерфейс так просит за залогиниться заново давайте залогинимся админ войти смотрим уровень сигнала то есть минус 66 65 дбм ну тут сигнал очень хороший сразу скажу да то есть сигнал очень хорошая вышка лупит прямо в окно вот там до нее там не знаю сколько метров наверное 150 и это как бы наша можно сказать счастье в данном офисе что у нас супер интернет хотя два года два года мы сидели там с модем чекам там не помню как называется вот с таким мод модем чекам мы сидели скорость 30 мегабит там ставили такие вот такущие антенны вон она у меня стоит без дела если кому надо могу по дешевке скинуть и как бы не знали что у нас тут есть скорость за 300 и так значит вот мы подключились подключились к этому модем чеку у нас уровень сигнал 66 дбм направлю его на вышку и давайте померим скорость так погнали хоп-хоп-хоп 2526 ну как то так 25 на загрузку 24 25 на выгрузку ну можно перри выбрать сервер для тестирования оптимально мегафон мегафон кстати на на диск топных спид тестах почему-то такая штука не работает не знаю почему пишите в комментариях так значит вот перри выбрал я мегафон мегафон под окном пробка народ смотрит youtube в машинах делать нечего ну 21 и 2 ну то есть нагрузка сейчас наверное есть на вышку 2121 вот то есть ну вот какая-то такая скорость принципе через встроенный вай фай без антенны давайте подключим нашу антенку завтра она уже будет не наша тут у меня эти пластиковые заглушки выдраны ну я чтоб они не мешались и простым движением мы насаживаем модемчик на пиктейла ну все насадили смотрим так смотрим что мы смотрим давайте посмотрим уровень сигнала опять сон скажут нам залогиниться ну как обычно да еще он хочет так домин войти чем он пароли запоминает хрен узнать так сколько у нас было 66 дбм да сейчас у нас антенна туда смотрит 74 то есть антенна в данном случае если она смотрит не дни туда она вот видите сигналом ухудшила если если бы ну без антенны было 66 час у нас минус 71 пусть антенна смотрит в глубь комнаты поворачиваем антенну на вышку вот таким макаром смотрим уровень сигнала видите сразу минус 59 то есть 66 минус 59 но такое скажем так не сильное увеличение еще раз повторяю качество сигнала тут очень хорошая и самое как бы самая как говорится максимальная мощность которая тут есть это минус 51 дбм именно на других модемах вот ну давайте еще раз то есть 58 то есть было 66 сейчас 58 то есть плюс 8 дбм нам антенна добавила и тестируем скорость этого не до роутера с антенкой 29 30 ну есть какое-то улучшение да там по скорость то есть было 21 сейчас у нас уже 30 9 9 10 по загрузки 10 мегабит у нас прибавилось по скорости как бы антенна более-менее отрабатывает ну давайте еще разочек ну 20 см 26 25 то есть видите да именно прям существенного улучшения скорости нету да есть улучшение качества сигнала наверное при плохом сигнале разница при использовании антенны будет как бы заметнее да вот при хорошем сигнале она не так сказывается и также не так сказывается разница по скорости между там 20 21 мегабит там не 25-30 с антенной ну как-то так то есть вывод вывод промежуточный какой прям антенна помогла но не сильно дальше что мы дальше делаем мы дальше подключаемся отключаем от антенны и подключаемся к этому к роутеру значит модем у нас подключен через юсби подключаемся к нашему кинетик ультра значит вот подключились 39 35 и делаем замер скорость мегафон мегафон погнали ну уже повеселее да то есть уже скорость у нас не не 21 там под соточку у нас уже скорость 101 ну в 45 раз у нас скорость выросла на загрузку на выгрузку примерно плюс-минус одинаково о чем это говорит это говорит о том что вай-фай 24 он нам достаточно хорошо прям так конкретно режет еще разок давайте прям таки конкретно вот иногда там под соточку где-то счета ну может быть еще ровно 100 ровно 100 99 4 и на выгрузку 33 32 с половиной вот то есть уже значительный до прирост скорости в четыре раза точно подключаемся снова контентки контентки подключаемся и еще раз тестируем так значит сейчас дадим не прочихаться то есть она прям не сразу там поехали хоп хоп хэй ла ла лэй 140 136 137 138 вот мы видим да что по уровню сигнала у нас идет улучшение на 8 дбм улучшение скорости у нас идет практически на 40 ну еще разочек выпадает где-то местами до 140 скачет ну давайте 140 попытаемся натянуть но не дотягивать но не дотягивает 112 но все ты прям 35 ну давай давай 140 а не хочет 140 может покрутить и чуть-чуть давайте так чуть-чуть и покручу в разные стороны жалко что конечно вот 130 ну антенна очень как бы направленная да надо ее хорошенько поймать жалко что у кинетика данный модем почему-то нету нету в этой ну 120 ну то есть местами сейчас еще до верну почему-то 117 пытаюсь подтасовать результаты тестов ну вот 138 136 ну разница есть как туда разница на 30 мегабит по крайней мере без антенны с антенной она присутствует сейчас посмотрим попытаемся посмотреть в кинетике если у нас если у нас для данного модема метрики сигнала то есть вот у нас замеры в кинетике подробнее соединение бла-бла-бла зайдем сейчас модемчик посмотрим так зате и метрики сигнала вот он пытается получить метрики сигнала но учет не получается вот то есть метрики сигнала нам зато не не выдает вот ну ладно в общем в принципе надеюсь я объяснил да почему использование внешних антенн иногда с такими недороутерами не дает существенного прироста скорости ну просто потому что улучшение сигнала качество сигнала происходит при использовании антенн изменение это на скорости не всегда сказывается потому что внутренний вай-фай он достаточно хорошо режет то есть мы получаем скорость на внутреннем вай-фай без антенны 20 с антенной 27 28 то есть разница но не больше десяти мегабит с используем с использованием внешнего роутера да мы значительно увеличиваем скорость до 100 мегабит без без антенны и с антенной соответственно да там 130 копейками по практически 140 то есть ну 30 40 мегабит у нас в плюсе да вот еще раз говорю при хреновом сигнале антенна будет отрабатывать значительно как бы лучше ну надо проверять каких-то там полевых условиях просто не знаю когда протестировать вот но поверьте мне просто просто поверьте мне на слово вот как-то так я тестировал уже такие антенны в жопе мира и они отрабатывают достаточно хорошо когда сигнал не очень хороший конечно это не внешне антенна да ну в принципе свою ну исходя из своих габаритах габаритов исходя из своего назначения они какую-то там пользу приносит вот исходя из своей стоимости ну в принципе на этом все подписывайтесь на наш канал всем удачи в следующих видео я расскажу про наши новинки они у нас есть вот так что не забудь подписаться всем пока